Поскольку в игровой индустрии сейчас немного затишься и чего-то интересного не происходит, я решил немного разнообразить контент и рассказать вам о Apple Watch. В свое время, когда у меня брат их продавал, как вы понимаете, продал он мне, прежде чем я их купил, я долго думал, нужны они мне или не нужны. Поскольку особой надобности у меня в них не было, но отдавали их по очень низкому братскому ценнику, я решил, почему бы не попробовать. Ведь такой гаджет пользуется спросом, его всегда хвалят, от чего складывается ощущение, что он обязательно должен быть у каждого, особенно у того, у кого есть айфон. Поскольку я с ним уже год, я хочу поделиться своим опытом, рассказать, насколько этот гаджет полезный, какими функциями вы будете пользоваться каждый день, какими редко и какими не будете пользоваться вообще. А самое главное, с этого ролика вы поймете, нужен он вам или нет. С вами, как всегда, JumboMax, поэтому прожимайте лайкусик, подписывайтесь на канал и давайте начнем. Все техники Apple достаточно привлекательны и настолько, что даже тогда, когда тебе не особо нужен тот или иной гаджет, под каким-то массивным положительным пиаром, когда ты его видишь у многих, ты начинаешь невольно хотеть все, что и у других. Признаюсь честно, я никогда не рассматривал себя к покупке Apple Watch, не следил активно за сериями, не особо знал о функциях, просто знал, что такой гаджет есть и его хвалят. Когда он появился у меня, я долгое время пытался понять, для чего он нужен и как его применять максимально полезно, ибо когда я беру ту или иную вещь, я пытаюсь из нее выжать максимум, как-то поднастроить под себя, понять, что я купил эту штуку не зря. Особенно, если эта штука дорогая, ибо в покупке, мне кажется, это самое главное, когда ты купил то, что тебе действительно не хватало, и сейчас ты рад, когда это появилось, и ты действительно этим пользуешься. В первое время, честно говоря, я привыкал к Apple Watch, есть что у меня 7 серия на 45 мм, прежде всего, и самое главное, хочу сказать, что подобный гаджет, это в первую очередь аксессуар, который будет просто красиво сидеть на вашей руке, как и обычные часы, подчеркивающие ваш стиль, отчего иногда не стоит от них требовать чего-то большее. Тут, кстати, не важно, какую серию вы купите, SE, 7, 8 и так далее, они будут вполне одинаковые, по большему счету отличия лишь в размере, в каких-нибудь мелких деталях, функциях, кроме ультра. Но они и там стоят хороших денег, имеют лучшую автономность, большой экран, дополнительную кнопку и так далее. Но у нас, к примеру, SE, и в целом это то же самое, что и 7 серия. Разница в большей степени лишь в том, что у нее нет измерения кислорода, и нет функции, которая делает экран горящим всегда. Но если вы все-таки задумаетесь о подобных гаджетах и решите приобрести после этого видоса, то забегайте в Технодеос. Если вдруг вы и не знали, то это те ребята, у которых большой ассортимент, приятные цены, и у которых вам еще скидку в 1000 рублей на игровые устройства, по моему промокоду JUMBO MAX DADU. У них в наличии есть, что вы найдете, конечно же, смартфоны, айфоны, Apple Watch, другие смарт-часы, конечно же, игровые консоли, как портативные, так и стационарные, а-ля Steam Deck, PlayStation 5, Xbox, Rock LA и прочие гаджеты. Помимо всего, у них есть шурум в Москве, делают доставку по всей России, дают годовую гарантию, что очень хорошо. Поэтому, если что-то нужно из электронных устройств, то обязательно переходи по ссылке в описании и закупайся в Технодеосе. Apple Watch и вправду стильные, красивые, легкие, и поскольку это все-таки смарт-часы, вы без проблем сможете их кастомизировать под себя, найдя подходящий циферблат под тот или иной лук. Но смарт или приписка умные часы, это все-таки про более расширенный функционал, который позволяет вам не только настраивать циферблат, а еще дает возможность пользоваться другими вещами, которые не могут делать обычные часы. Измерять пульс, переключать музыку, звонить, принимать звонки, записывать на диктофоны и так далее. Сами часы плавно и шустро работают, имеют хороший экран, ощущаются реально качественными, как и по тактильному восприятию по материалу, так и по использованию. Ибо в технике Apple есть фишка, что ей действительно приятно пользоваться, поскольку есть всякие мелочи по типу, когда ты крутишь, например, колесико, ты действительно ощущаешь, что ты что-то переключаешь за счет вибрации. И глядя на то, как иногда рассказывают об Apple Watch, насколько они офигенны и прекрасны, реально кажется, что ты будешь пользоваться абсолютно всеми функциями всегда. И спать в них, и плавать, и что-то еще, но это далеко не так. Первое и действительно полезное их применение, кроме того, чтобы посмотреть сколько времени, какая погода, это получение уведомлений. Это то, чем вы будете пользоваться каждый день. Как бы вы не обходились без них ранее, когда они у вас есть, вы действительно во многих моментах можете не доставать свой смартфон. Ибо, во-первых, через них можно быстро ответить, надиктовать, это реально, кстати, работает и очень удобно. Можно выбрать вообще короткий ответ, либо же, получив то или иное уведомление, просто понять, что отвечать не стоит и продолжить заниматься своими делами. Это реально удобно, особенно, когда вы заняты, либо водите машину, либо занимаетесь спортом. Кстати, насчет него, как по мне, сейчас, если вы реально им занимаетесь, это действительно очень полезная вещь. Я, например, стал бегать, заниматься спортом чаще, ну не потому, что они у меня появились, а просто стал заниматься чаще. И у меня всегда приходят сообщения, звонят по работе, и за счет этих часов я практически не прерываю свою тренировку, доставая телефон. Ибо ответить, опять же, можно прямо через Apple Watch. Так же, как и переключить музыку, посмотреть на калории, поставить таймер. Таймер мега удобная тема, и главное, полезная. Если вдруг вы в спортзале, кстати, проводите много времени, ставьте таймер, когда отдыхаете между подходами. Ибо есть такая тема, что с кем-то разговаривался, чем-то увлекся. Ну а если у тебя есть таймер, то в целом это маячок, что пора действовать. Кто вдруг следит за пульсами, его также можно здесь измерить. Есть еще функция измерения кислорода в крови, но, честно говоря, я так и не понял смысла в нем, и не видел в живую людей, кто бы его постоянно измерял. Если вы из таких, напишите в комментариях, зачем это, в принципе, вообще нужно. Я знаю, что часы имеют защиту от воды, но я в них никогда не плавал, не был вообще в них в воде, ибо как-то боюсь этого делать. Поделитесь, кстати, опытом в комментариях, насколько это правда, ибо я слышу, что либо в море, либо в бассейне их, типа, не рекомендуется применять. Короче, напишите в комментариях. В общем, при активности, где у вас не будет за единственного запястья, иметь Apple Watch реально полезно. Просто, к примеру, в единоборствах не особо вижу нужды их одевать, ибо разбить, мне кажется, или порвать ремешок крайне легко. А вот фитнес, бег, занятия на турниках и так далее, прям вот самый сок. Но если вы не занимаетесь спортом, то смысл от Apple Watch? В целом, да, смысл уже становится не так много. Да, вы можете найти через него телефон, если вдруг потеряли в комнате, отправив звуковой сигнал. Можете посмотреть акции, ведь у нас каждый акционер. Посмотреть погоду, что-то почитать на калькуляторе, но это такие вещи, без которых можно обойтись. И не слишком расстроиться, если вдруг у тебя нету этого устройства. Мне лично этот гаджет очень помогает в напоминании, опять же, в уведомлении о том, что мне нужно либо подвигаться, либо что-то сделать. Также лично я иногда его использую при съемке видео, где часы для меня это второй экран, от чего я могу посмотреть, в каком ракурсе я сижу, сфокусироваться. И тем, кто делает контент с телефона, мне кажется, это реально часто и полезное применение. Также я переключаю музыку, когда иду. Очень удобно открывать дверь, если вдруг у вас есть связь с Ростелекомом. Нажал на кнопочку и дверь открыта. И, казалось бы, вроде так все вот прикольненько. Часы даже могут отслеживать ваш сон. Это тоже часто такое вот упоминание, когда о них рассказывают. Но тут есть два но. Но, во-первых, спать в них не особо прикольно. И самые фиговые, это их маленькая автономность, которая позволяет пользоваться ими где-то сутки. И потом, будь добр, подзаряжай. Конечно, они заряжаются не так долго, но если вы куда-нибудь уехали, на полтора дня, на два, будьте добры таскать вот такую вот зарядку. Ибо у них нету какого-либо входа, а заряжаться как-то надо. Пожалуй, еще такой минус при всех этих факторах, это цена. Самую маленькую модель вы можете найти где-то тысяч за 25. И в целом, это тот фактор, который может многих оттолкнуть. Ибо часы, купленные за пару десятков тысяч, это не дешево. Отчего назревает еще больше вопросов в их надобности. Поскольку сейчас на рынке существует просто куча смарт-часов от разных брендов. Да, возможно, они будут работать не так плавно, не так выглядеть. Но при этом будут стоить в разы дешевле и выполнять практически те же самые функции. Уведомления, измерения пульса и так далее. Но тут я хочу поднять такую тему, как бренд. И свой бюджет. Если вдруг у вас айфон, вы любите гаджет от Apple, и вы имеете желание обзависить смарт-часами, и у вас есть на это далеко не последние средства, почему бы и нет. Этот аксуар будет классным дополнением к вашей коллекции, а также помощником, который сделает ваш день эффективнее и результативнее за счет напоминаний и возможности не отвлекаться на уведомления, которые этого не требуют. Это прекрасно подойдет и во время физических активностей, и во время каких-нибудь других повседневных дел. На самом деле, Apple Watch это прекрасный стильный гаджет как подарок кому-то, как дополнительное устройство к смартфону, но опять же при условии, если вы укладываетесь в бюджет. Просто если вы думаете потратить на него последние деньги, то в целом задумка не особо клевая, ибо часы за минимум 25 тысяч принесут вам пользы ровно столько же, сколько и дешевые часы за тысяч пять. Но правда в другом исполнении, с другими циферблатами, не столь приятным использованием, другой формы и так далее. В общем, выбор подобных часов практически такой же, как и выбор любого другого гаджета. Я, честно говоря, не пожалел, что купил их у брата, но в то же время я понимаю, что если бы я рассматривал их к покупке, то тысяч сорок я за них бы точно не заплатил, ибо я лично не особо ощущаю их ценности в таком ценовом диапазоне. Но в то же время я прекрасно понимаю фанатов Apple, которым нравится бренд, они привыкли к подобным ценникам, и если вы из таких, то данным часам вы будете точно рады. Поэтому если подводить итог, скажу так. Если любите умные гаджеты, особенно часы, вы обожаете технику Apple, и хотите реже отвлекаться на телефон для экономии своего времени, и в то же время занимаетесь спортом, и у вас достаточно такой высокий ритм жизни, и при этом думаете, нужны вам Apple Watch или нет, берите смело. Я уверен, что они вам понравятся. Но если вам просто нечего делать, вы не ведете активный образ жизни, и 25-40 тысяч на полу не валяются, то данная покупка для вас не будет полезной, и данный гаджет вам просто не нужен. В подобных случаях проще купить что-то дешевле, или просто вообще обойтись без смарт-часов. В общем, такой вот у меня опыт насчет Apple Watch, делитесь комментария своим. Большое спасибо вам за просмотр, не забывайте ставить лайки, если видос вам понравился, подписывайтесь на канал, и до новых встреч, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok